Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Когда ты так резко, бодро начинаешь программу. То есть ты считаешь, что человек, который в четверг в час дня говорит бодрым голосом, это какой-нибудь казачок засланный? Нет, любой другой человек, я понимаю, что он может и в четверг, и в понедельник, и даже в воскресенье говорить в час дня бодрым голосом. Меня пугает именно начало нашей программы, которую ты таким образом встречаешь. Почему? Потому что это значит, что минут через 20 ты весь свой запал выбросишь в эфир, и дальше все ляжет на мои плечи, дальше мне тащить все, что нам нужно, до конца сегодняшнего эфира. Раз ты меня разгадал, я ухожу прямо сейчас. Нет, нет, нет. У нас сегодня специальный новогодний выпуск. Всем добрый день. Всех поздравляем с приближающимися праздниками. Сегодня, что мы будем сегодня? Мы будем сегодня пытаться подвести разного рода итоги 2020-го и сделать какие-то, попытаться сделать прогнозы на 2021-й. Где ты встречал 2020-й? Ты помнишь январь? Дома, конечно. Да ладно. У кого? У себя дома. Не уезжал на Ближний Восток? Нет, не уезжал на Ближний Восток. Я дома встречал 2020-й. Это было, я просто помню, январь 2020-го года, как мы с друзьями умотали в Литву, взяли машину на прокат, давай по ней колесить. Ну, Литва, собственно, небольшая. В какой-то момент понятно, что мы за ее пределы выкатились. Выкатились в Латвию, приехали в Ригу. Это была удивительная история, потому что ты выходишь на центральную площадь Риги, огромное количество вокруг тебя самых разных людей, в том числе с российскими флагами, которые, я не знаю, приехали к родственникам или просто по старой памяти. А они все время ходят, ну, то есть с готовностью что-то оккупировать, поэтому флаг с тобой таскают? Я не знаю. Один даже был в ушанке, был довольно пьяненький, кричал всякие имперские гадости. Но мы тоже были с флагами. У нас был крымско-татарский флаг с Тамгой, у нас был украинский флаг с Тамгой. Мы на центральной площади Риги, во-первых, к нам подбегали, собственно, сами латыши, поздравляли нас с Новым годом. Латышское телевидение приходило брать к нам интервью. Правда, ну, соответственно, наше поздравление на украинском, им бы пришлось потрудиться, поэтому пришлось говорить на английском. Вот. И встречали много, соответственно, наших соотечественников. Это был хороший опыт, хорошая история. Очень жалко, что в этом году, соответственно, новогодние праздники будем проводить не в отъезде. Хотя, 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 хотя самолет летают. В Исламабад летают самолет. Зачем? У меня такое в этот момент ощущение, что я веду программу с осликом ИА, который говорит, ну, конечно, ну, вот в Исламабад можно улететь, в Пакистан можно улететь. Исламабад это и есть Пакистан. Ну, так я же говорю, да, так, не знаю, а выучи такие слова, я не знаю, как Занзибар, например. У меня сейчас, у нас с тобой сейчас один коллега, не буду говорить его фамилию, сейчас там как раз на Занзибаре. Что делает? Я так понял, поехал отдыхать. Предается унынию? Ну, наверное, что там, ничего же интересного сейчас не происходит. Кстати, какие планы ты устроил? Давай, давай, смеемся. У меня были большие планы, я в этом году очень много сэкономил, потому что у меня было в планах попутешествовать. Если в 2019 году было западное, восточное побережье США, то в этом году, в 2020 у меня было в планах западное побережье США. У тебя, я так понимаю, опять же сектор газа там. У меня грустно, я хотел попасть в город Берлин на концерт группы Madness, в итоге у меня... Безумие добралось до тебя раньше. Билеты перенеслись на следующий год, гостиница сгорела, потерял много денег на хостеле, в котором я должен был остановиться. Непонятно, что с этими билетами, потому что мне вместо компенсации денежной авиакомпания прислала какой-то код, который надо как-то использовать. В итоге, в общем, все грустно. Ну, действительно, совсем не так, как планировал, совсем не так, как хотелось бы. Ты вообще в этом году, на самом деле, просто везунчик и счастливчик, потому что вся редакция уже переболела ковидом и ходит с антителами, а ты до сих пор единственный такой, который от него успешно скрывается. Умудрился не заболеть, не переболеть, иммунитет не получить, и поэтому... Хотя ты все равно в большинстве. В Украине, по официальной статистике, примерно миллион заболевших, и, соответственно, куда больше людей, которые еще не переболели. Ну, или как минимум они переболели, но в официальную статистику не угодили. И я так понимаю, что у тебя самое веселое припас на 2021-й. Самое веселое, я надеюсь, в 2021-м будет вакцинация и стойкий иммунитет к этой чуме без вот этого вот мучительного переживания болезненных дней или даже, как некоторые говорят, недель. в компании с коронавирусом. Очень надеюсь, что превьюзер, очень надеюсь, что не пополню эту статистику переболевших. Павел, скажи мне, только честно, ты веришь в гороскопы, в астрологов, в номерологию и тому подобное? Господь с тобой нет, конечно. Почему? Ты такой сразу отнекиваешься. А почему ты не веришь? Ну, потому что я сторонник научного знания. Это очень хорошо. Это очень хорошо, что ты сторонник научного знания, потому что, например, нумерологи и астрологи считают, что они тоже пользуются исключительно научными знаниями. Я тут полез искать, что там нам, собственно, нумерологи и астрологи говорили про год 2020. Я хочу тебе сказать, что обещали, что год будет очень хороший, обещали, что год будет прекрасный, что просто будет всё замечательно и восхитительно. Вот, помнишь, мы с тобой недавно что-то там, не помню уже по какому поводу, но неважно. Помнишь, мы недавно что-то по какому-то поводу, ну, неважно. Неважно, по какому поводу, обсуждали. Тебе бы новости читать. А я могу. А я что-то что-то сделал. Кто-то где-то что-то сделал, и это вызвало определённую реакцию. И тут такое началось, да. Лучше бы не делал. Лучше бы не делал. Но мы сделали. Ну, мы сделали. Мы сделали, мы с тобой, правда уже не помню, в каком контексте, обсуждали китайскую нумерологию. Ну? Ты не помнишь, в каком контексте? Китайская нумерология? Боже, нет. Что мы с тобой только не обсуждаем. Так вот, как раз я полез сегодня выяснять, что там китайская нумерология нам обещала про год 2020. И выяснилось, что в китайской нумерологии цифра 2, это цифра счастливая. И те люди, которые занимаются и зарабатывают как раз на толковании цифр, нам обещали, что это будет просто прекрасный год. И что эти самые две двойки, они нам, вот появившиеся вместе через нолик, но все-таки вместе в дате, ту, которую мы с трудом переживаем, обещают нам стабильность, внимание, организованность, обещают трудолюбие и обещают такую согласованность действий. Слушай, они во всем оказались правы. Ну смотри, мы все дисциплинированно сидели по домам, по домам, это соответствие первому пункту. Из-за кризиса все держались за работу и старались быть прилежными и не попасть под увольнение, трудолюбие. Все люди дисциплинированно пытались носить маски, одновременно покупали антисептики, вот тебе и дисциплинированность. Поэтому на самом деле китайская нумерология все предсказала, она предсказала глобальную пандемию, катастрофу, просто сделает это завуалированно. А, то есть ты начал с того, что ты говоришь, я не верю во все это, а теперь начинаешь объяснять, что на самом деле ты не веришь. Я не верю, но как-то работает, но как-то все равно, я, конечно, не верю, но вот смотри, вот тут один к одному, подожди. Это мы с тобой только с нумерологией разобрались. Теперь другая, вторая твоя любимая наука – астрология. Что нам обещала астрология? Это не я говорю, я из меня астролог еще тот. Из меня лучше, как выяснился, диктор новостей, чем астролог. Смотри, что нам обещала астрология. Астрология обещала, что год 2020 станет, прям загибай пальцы, годом новых идей, годом инноваций, годом радикальных изменений в финансовой сфере и годом сюрпризов. Слушай, мы можем сделать вывод. На самом деле и нумерология, и астрология – это удивительно универсальные науки. То есть ты можешь выдать любой прогноз в начале года, и что бы ни произошло в течение следующих 12 месяцев, в конце года ты можешь выйти и сказать, ну, ребят, я же был прав. Смотрите, радикальные финансовые изменения произошли, произошли. Что еще там было обещано? Радикальные финансовые инновации, новые идеи и сюрпризы. Вакцины изобрели, инновации, да. Сюрпризы мы обещали, так их вообще сколько угодно. А вот о сюрпризах чуть попозже будем говорить, потому что сюрпризов было действительно навалом. Но смотри, что говорят нумерологи? Нумерологи говорят… Это не мы. Говорили, говорили, вру, говорили в 2019 году. Двойка – это очень-очень хорошее число. Две двойки – это прямо замечательное число. Правда, вот две двойки, складываясь вместе, дают четверку. А вот четверка в китайской нумерологии – это, в общем, грустное число. Наверное, мы, конечно, будем обещать все хорошее, но на всякий случай мы предупредим, что четверка может принести с собой еще и что-нибудь плохое. Поэтому наша программа называется «Двойные стандарты», а никак не четверные. «Подвильни стандарты». «Подвильни стандарты». Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарського на радио НВ. Двойные стандарты. Мы собирались поговорить о героях и антигероях этого года. Кто у тебя личный антигерой? Антигерой? Да, мы о плохих шахтах начнем с первого. Не, давай, я так с расходу тебе не скажу. Ну вот кроме… Или ты, между тем, кто сейчас в редакции, в студии находится. Кто сидел в студии, наверное, находится. Я тут два раза можно не гадать. Давай о героях. Давай о героях. Смотри, тут есть, ну, во-первых, многие издания сами составляли списки героев, и мы знаем, что часто в этих списках на первых местах оказываются, ну, вот, например, люди, которые в первую очередь, не например, а в первую очередь люди, которые борются с пандемией коронавируса, на первых самых ролях находятся. Ну, довольно оригинально поступил, например, журнал «Тайм». Он составил список героев, на первом месте героев он отнес австралийских пожарных. Да, слушай, вот как начинаешь… Этот год начался с пожара. Да, и мы тогда все сочувствовали Австралии, постили картинки, ставили лайки под фотографиями, на которых были несчастные животные изображены. Господи, если бы нам тогда рассказали о том, о чем мы будем переживать в марте-апреле, мы бы, наверное, не поверили. А ты знаешь, кстати, об этих пожарах, ужасная статистическая история, просто кошмарная. 500 миллионов животных погибло в пожарах в Австралии. 500 миллионов самых разных животных погибло. А, вру, 50, 50, все равно… Как-то ты так разбрасываешься порядками, да. Извини, 50, все равно… Слушай, ты как в том анекдоте, знаешь, когда прапорщик ведет занятия, и такой, уважаемые бойцы, значит, температура кипения воды составляет 90 градусов. Ему говорят, ну, подождите, товарищ прапорщик, ну не 90, а 100. Он такой, а, да, это я с прямым углом перепутал. То есть ты справа выбивал меня на жалость цифрой в 500 миллионов, потом решил все-таки остановиться и снизить на порядок. Окей. Но, ты знаешь, я вообще… Я еще не всех героев перечислил. Ну, давай, давай, продолжай, потом я… Давай, давай, давай сначала я героев в тайм перечислю, потом я назову тех людей, которых я считаю… Не сдерживай себя, начинай. Смотри, на втором месте… Они там не по местам расставлены, а просто упомянуты как герои. Люди из владельца ресторанов в Сингапуре, уличного. Я так понимаю, что просто как пример они выбраны. Таких людей наверняка было больше, чем те двое, о которых говорится в публикации журнала «Тайм», которые владеют лотком или каким-то, значит, пунктом продажи фастфуда, которые бесплатно кормили тех, кто из-за ковида, из-за пандемии, из-за всего прочего потерял работу, вероятно, кормят и до сих пор. На третьем месте. Это тоже наверняка не единичный случай, но тем не менее. Американский дядька, который взялся бесплатно помогать своим пожилым соседям, тем соседям, у которых есть дети, которые не рисковали выходить из домов, и бесплатно им привозил их покупки из магазинов. А потом история о человеке, который пустил в Вашингтоне в свой дом тех людей, которые принимали участие в протестах Black Lives Matter, которые приезжали часто откуда-то из других городов, из других штатов, которым негде было разместиться. Особенно это стало актуальным после того, как власти ввели, ну, фактически, комендантский час, запретили появляться в темное время суток на улицах. И потом еще и пасторы, пасторы афроамериканские в Чикаго, которые превратили свою церковь в тоже какой-то такой, по большому счету, приют, который позволили использовать ее для проживания и для прочих вещей. То есть такие люди... Этот год научил нас, многих из нас, быть более внимательными к другим. Я тебе рассказывал про свой личный ночной кошмар? Боюсь, что нет. Ты знаешь, вот мой личный ночной кошмар, он у меня появился в 16-м году. Я вот иногда представлял, а вот представь себе, в 16-м, да, ты ложишься спать, просыпаешься, а на дворе сентябрь 13-го. И ты знаешь все, что будет дальше. Вот ты знаешь, да, Янукович не подпишет ассоциацию СЕС. Выйдут студенты протестовать, их разгонит очень жестко Беркут, после чего начнется Майдан. Беркут его будет разгонять, люди будут не уходить, будут протестовать. Потом коктейли Молотова на Грушевского. Расстрел небесной сотни, Янукович сбегает из страны, аннексия Крыма, через какое-то время вторжение на Донбасс, сбит Боинг, Иловайск. Первые минские соглашения Дебальцева, вторые минские соглашения. И я вот обо всем этом знаю там, в сентябре 13-го года. Но кому я об этом расскажу? А самое главное, кто мне об этом поверит? Вот когда я начну рассказывать, условно говоря, о том, что там, о происходящем, о том, что нас ждет, ну, не знаю, мои знакомые, наверное, вызовут мне тогда в сентябре 13-го года скорую, да, и будут правы, потому что даже сам Павел Казарин образца сентября 13-го не поверил бы в то, что ему бы рассказывал Павел Казарин из, например, сентября 16-го года. И я долгое время думал, что это у меня такой единственный ночной кошмар. Я представлял, что там в сентябре 13-го, ну, максимум, что я могу сделать, это, я не знаю, доллар по 8 купить, понимаешь? То есть все равно вот шкурный интерес у тебя вот превалирует над всеми остальными. А ты бы просто ходил по площади и кричал, люди бы покупайте срочно доллары, потому что он подешевее, он подорожает в три раза. Так вот, понимаешь, у меня в 19-м году родился новый ночной кошмар, потому что представь себе... В 19-м или уже в 20-м? Ну, в 19-м. Что у тебя, опять же, на машине времени забрасывают, но уже не в 13-й, а в 16-й год. И, например, Юра Мацарский из 19-го встречается с Юрой Мацарским из 16-го и говорит, так, парень, я тебе сейчас расскажу, кто у нас будет следующим президентом, дай мне пульт от телевизора. И твои друзья точно так же вызывают тебе скорую, потому что в 16-м году все полагали, что следующим президентом страны будет либо Юлия Тимошенко, либо Анатолий Гриценко, либо какой-нибудь еще политик, но о номинации Владимира Зеленского не задумывался даже еще сам Владимир Зеленский, да? И точно такая же ситуация. Вот теперь у меня история про третий ночной кошмар, потому что ты смотришь на все происходящее в 20-м году. Ты спишь, потому что глаза закрываешь, у тебя тут же кошмары один за другим начинают ловиться. И с 20-го года тебя сейчас перебрось там в 19-й к самому себе, и ты такой, парень, не планируй ничего, сдай билеты на концерт Мэднес, сдай билеты, я не знаю, Мау, отмени вот бронь хостела, ты никуда не полетишь. А это все, знаешь, это все у меня из жадности, потому что сайты по броне позволяют сэкономить, если ты ставишь галочку, что типа точно поеду без возможности отмены. Я решил так, ну у меня билеты на самолет есть, билеты на концерт есть, ну я точно поеду, уже не может быть такого. В итоге просто сгорело. Знаешь, как лично мой карантин начинался, у меня были билеты куплены в Прагу, я должен был лететь в Прагу в воскресенье, ну точнее нет, я должен был вылетать в пятницу, вернуться в воскресенье. И было такое ощущение, что я и карантин, знаешь, как два летчика в годы Второй мировой войны, летят друг на друга, кто первый отвернет. Потому что приходит сообщение из Праги, мы с понедельника вводим карантин. Я говорю, думаю, ну я аж в воскресенье-то возвращаюсь, все нормально, у меня самолет в 23 часа, я как раз успеваю выскочить. Следующее сообщение из Праги, мы закрываем рестораны, значит, на карантин. Я думаю, ну господи, зачем мне эти рестораны в Праге? Прага красивый город, я буду гулять по нему весной, у меня будет там, не знаю, бутылка бехеровки там в рюкзаке, зачем мне вот эти вот посиделки? Я говорю, сэкономлю. Дальше. И мы, значит, отменяем авиарейсы, там вот начиная с понедельника, я думаю, ну я тоже проскакиваю и так далее. В итоге в пятницу я еду в аэропорт, и уже судьба сдается, и просто отменяет мои авиабилеты, мне за них возвращают деньги и так далее. Причем хорошо, что я не улетел, потому что те люди, которые улетели в итоге в Прагу, их даже не впустили на территорию страны, и они остались в транзитной зоне и какими-то правдами и неправдами добирались обратно. В общем, на самом деле... То есть он начинал, типа, пожалейте меня, начиналось это все как, типа, вот история жалобная, а закончилось все равно хвостовством, потому что, типа, а ему еще и деньги вернули. Потому что, да, в отличие... Это что, как мне? Мне никаких денег никто не вернул. У меня концерт, типа, переехал на следующий год. Потому что я по знаку Зодиака стрелец, а ты скорпион. К тебе судьба не очень благосклонна. Почему это ко мне судьба не очень благосклонна? Да потому что скорпионы, они... Ты же сказал, что это чушь, ты же сказал, что это ерунда. Но осадочек такой есть. Осадочек такой есть. Конечно, я знаю, что это чушь и ерунда. Но особенно эта чушь и ерунда, вот она не благосклонна к скорпионам. Ты хочешь сказать? Да, абсолютно точно. Подвинь стандарты. 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 Так, что еще происходило? Подожди, ты пропустил в январе важнейшее событие в январе. Не знаю вообще, о чем ты думал. Ведь процедура импичмента Дональда Трампа началась как раз в январе. В январе? В январе, да. Официально в Сенате. А эта процедура началась 16 января. Да, в феврале она уже закончилась, он был признан невиновным. Около трех недель. Все это продлилось, в итоге его оправдали, сказали, ладно, мальчик, досиди уже. Причем самое удивительное было, что, собственно, представители республиканской партии, они, знаешь, они вели себя как практически украинские политики. То есть это история, когда мы не рассматриваем дело по существу, а мы изначально голосуем против импичмента, просто потому что президент представляет нашу партию. Потому что он любимка. Потому что он любимка. Их, слава богу, не наша. Вот, а что еще происходило? Слушай, про героев. А, героев, моими героями. Давай. Моими героями стали, ну, во-первых, Организация Объединенных Наций, Генеральная ее Ассамблея, которая еще в 2018 году, как будто что-то зная, как будто что-то предчувствия, может быть, пользуясь китайской нумерологией, может быть, пользуясь помощью каких-нибудь своих ООНовских генассамблейных астрологов. Но, тем не менее, еще в 2018 году эта самая генассамблея ООН объявила 2020 год. Знаешь, каким годом? Годом планетарного здоровья. Это что значит? Ну, это тот год, когда нужно заботиться о здоровье, все время вспоминать, проводить разного рода чиновничьи мероприятия, надувать щеки и всем рассказывать о том, как важно сохранять здоровье, как важно бороться против заболеваний, как важно разрабатывать новые виды лекарств, как важно прививаться и так далее, и так далее. А ты знаешь, что еще было тогда, в феврале 2020 года? Мы потихонечку... А мы уже в феврале оказались? А мы еще в январе? Нет, ну ты предупреждай. Все, давай я скачну все-таки в февраль. Давай. Мы в феврале уже начали потихоньку... Как время летит. Мы уже начали понемногу бояться коронавируса. Более того, индексы фондовых бирж начали снижаться тогда из-за вспышки коронавируса. Из Ухани правительства самых разных стран начали эвакуировать своих собственных граждан. А тогда тревога по поводу коронавируса, который, не знаю, для многих, наверное, был чем-то наподобие чумы черной оспы по степени, там, я не знаю, своей смертоносности. Все боялись коронавируса настолько, что вот, например, было круизное судно, которое отказались принять сразу пять стран. Да, и вот оно, условно говоря, долго-долго искало себе порт, который лайнер Вестердам. В итоге знаешь, кто его принял? Камбоджа. Камбоджа. Опять стран до этого сказали, не-не-не, мы не к нам, не к нам. Вот у нас закрыто, мы двери незнакомым не открываем. И в феврале же, в феврале 2020 года, появилась одна из самых опасных теорий заговора, связанных с ковидом. Произошло это в Индии, в Дели. Как раз в феврале в Индии прошел съезд, слет, большой какой-то конгресс одной из мусульманских организаций Юго-Восточной Азии. Там было несколько тысяч делегатов, в основном из Индии, но и из других стран. И вскоре после окончания этого съезда, вскоре после окончания этого конгресса, как раз в Дели и в других индийских городах была зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. Появилась уже информация о многих людях, умерших не от каких-то других болезней, а именно от коронавируса. И вот 23 февраля в Индии начались как раз мусульманские погромы, потому что многие связали два этих события, вспышку заболеваемости и проведение слета мусульман. Решили, что это какой-то мусульманский заговор, направленный на уничтожение немусульманского населения Индии. И местным жителям Дели и других индийских городов, которые вот как раз исповедуют ислам, им пришлось очень-очень не сладко. Несколько дней продолжались эти погромы. Как минимум 53 человека в этих погромах погибли. И они, кстати, вот эти отзывы продолжаются до сих пор. Очень многие, не только в Индии, но и в других странах мира, продолжают верить в то, что это не болезнь какая-то, вот появившаяся из-за такого трагического стечения обстоятельств, а действительно какой-то заговор. Кто-то пытается с помощью этой болезни избавиться от какой-то части человечества. Слушай, ну это же вообще в очень разных регионах мира распространено. Люди, которые полагают, что чипирование, вакцины, Билл Гейтс, да, все это связано в какой-то единый коварный клубок для того, чтобы, соответственно, Билл Гейтс имел возможность управлять, не знаю, Марью Федоровной из Кременчуга, понимаешь? И Марья Федоровна в это искренне верит и поэтому отказывается от прививки, потому что вот как же старина Гейтс сидит и вот думает, когда же он будет наконец-то ею манипулировать. А Билл Гейтс же, он целую серию, чуть не сказал предсказаний, целую серию прогнозов на будущий год сделал. Да, и что наговорил? Дай мне что-нибудь. Вот он предупреждает о том, что пандемии будут новые, предупреждает, что пандемии будут еще, возможно, более опасными, возможно, куда более смертоносными, но при этом, правда, говорит, что в нынешней пандемии есть шансы, что на противостоянии ей человечество научится в принципе бороться с такого рода планетарными вспышками и еще плюс ко всему научится каким-то образом бороться не только вот с новыми какими-то такими вызовами, а еще и бороться с теми болезнями, которые давно преследуют человечество, но которые пока еще не до конца удается победить. Кроме того, он предупреждает, что в будущем уже, вероятно, со следующего, 2021 года основными источниками загрязнения атмосферы, основными источниками вот тех процессов, которые приводят к изменению климата, будут уже не автомобили, а строительство домов, потому что при производстве цемента, при производстве стали для конструкции, необходимых для строительства домов тоже выделяется огромное количество тех самых веществ, которые в конце-то концов приводят к изменению климата. Но правда, вот давай напоследок обилие Гейтса закончим, он оптимистично смотрит в будущее, он говорит о том, что с течением времени все-таки картина у человечества такая вот общая всего потихонечку вырисовывается, люди начинают понимать, вообще-то в каком мире мы живем и как с этим миром обращаться, и по большому счету все рано или поздно будет хорошо. Не знаю, как там насчет кошмаров, ты говоришь, это представить, что мне кажется, было бы интересно где-нибудь году в 2000, даже пускай 2019. Вот чем ближе, тем лучше к 2020. Каким-нибудь людям в Америке рассказать. Вы знаете, ребят, у вас, знаете, что произойдет в апреле, вот весной, у вас вооруженные люди, вооруженные, настоящие вооруженные люди, такие реднеки, значит, в камуфляже, со всякими этими, значит, нашивками про то, как они любят людей убивать, возьмут и захватят несколько административных зданий. И знаете, почему? И знаете, какое у них требование будет? А потому что они постричься и побриться не могут, и будут требовать они не там смены курса, не свержения там диктатуры республиканской партии, а требовать будут открытия парикмахерских и баров. А такое же действительно произошло. Ведь в апреле действительно в Мичигане какое-то местное ополчение захватывало административные здания и рассказывали журналистам, что делают это, потому что хотят стричься, потому что устали сидеть, значит, не стриженные, не бритые. Ну вот представь, просто вот представь себе, что ты, это вот в апреле произошло, что где-нибудь там в декабре 19-го рассказываешь об этом вот в эфире. Сидишь и говоришь, вы знаете, я предполагаю, что в Мичигане в апреле произойдет такое-то, такое-то. Ты скажешь, так, знаешь что, завязывай с чем там, с синим, с хмуром. Герой года в 2020-м это сложный выбор между поваром из Ухани, полицейским из Миняполиса, сварщиком из Бейрута и президентом из Минска, да? Нет, и боливийским симфоническим оркестром. А что боливийский симфонический оркестр? Ты не знаешь, что боливийский симфонический оркестр? Боже, я сейчас выйду из студии просто и напишу заявление по собственному. Господи, я прям, ну, ну давай выяснять, почему я вдруг вспомнил про боливийский симфонический оркестр, потому что боливийский симфонический оркестр. Я не буду перечислять всех людей, которые в него входят, тем более я боюсь ошибиться, они еще обидятся и так далее. Так вот, они прилетели в мае, прилетели в мае, или нет, или даже не в мае, не в мае, еще зимой, вот уже около года назад, прилетели в Германию для того, чтобы выступить на каком-то, на каком-то, значит, фестивале музыкальном. И как раз, когда они прилетели, фестиваль отменили. И пока они ехали в аэропорт назад, сломался их автобус, и они опоздали на последний самолет, на котором смогли бы улететь до, к себе домой, до того, как Германия вообще прекратила все эти международные полеты. В итоге они вынуждены были вернуться туда, на ту локацию, в которой они должны были выступать, а это локация древний, ну как древний, ему 600 лет, ну да, древний, древний немецкий замок. И провели они там в этом древнем немецком замке до того момента, пока не смогли улететь назад. Знаешь сколько? Сколько? 73 дня. Боже. 73 дня. Вот они приехали, они должны были прилететь на несколько дней, отрепетировать, сыграть, сесть в автобус, уехать в аэропорт и улететь домой. Они не отрепетировали, они не сыграли, у них сломался автобус, они пропустили последний самолет домой. 73 дня. У меня знакомая только улетела в Австралию перед началом пандемии и застряла там, потому что добираться из Австралии напрямую до Киева сложно, в куче стран есть, в куче стран есть, соответственно, ограничения из-за ковида. Все нормально, пробыла полгода вышла замуж. А, то есть прям хорошо. Там хэппи-энд. То есть вот это твой герой, ты хочешь сказать, твой герой года. Да, 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 это вот, соответственно, одна из историй, которые... За какого-нибудь тамошнего крокодила Данди? Ну, не обязательно крокодила. Хороший парень, IT занимается. Просто Юра говорит с тщательно скрываемой завистью, потому что на крокодила Данди положил свой глаз изначально мацарский. Но нет, не успел. Что за шутки у вас, Павел? Ну, что за шутки? Я очень... Если можно, я бы вот как сделал. Если вот дорогой Дедушка Мороз, мне бы вот, и все остальные, мне бы вот на Новый год под ёлочку чувство юмора для Казарина. Ну, такое нормальное, человеческое, но присуще взрослым людям. Без вот этих вот хихихи, без вот этого подросткового какого-то, чуть не сказал, идиотизма. Я был бы рад, но он всяких же раз один и тот же сценарий. Юра заказывает чувство юмора для меня, а находит бутылку водки в гофрированной бумаге. Да, да, я... Это понятно, что это... У меня был такой крик в пустоту, это такой был вот буквально жест отчаяния. Ты март проскочил, кстати. В марте у нас правительство отправили в отставку. Ты хоть помнишь? Помню. Конечно, помню. Конечно, помню. Я, знаешь, до сих пор думаю, что Алексей Гончарук, наверное, один из самых счастливых людей на планете, потому что его отправили как раз накануне... Еще один герой года. Да, его... Ему повезло даже больше, чем той твоей знакомой, которая завтра вышла. Да, потому что его отправили в отставку накануне того, как началась вся эта чехарда с коронавирусом, пандемией, карантином, экономическим кризисом. И он может говорить, при мне такой ерунды не было. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина А знаете, что еще в 20-м году было? В апреле в Праге демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу по решению местных властей. Тогда глава, я не помню, как правильно называется, управы или префект какой-то управы, он, соответственно, заявил о том, что вот, ну, мы его переносим, в общем, из этого района. И вообще Прагу напомнил, что освобождали, вообще-то, власовцы, которые... И он, по-моему, даже устроил конкурс на, собственно, эскиз памятника власовцам. Да, да, и там была гениальная идея, вот эта вот немецкая по форме каска, на которой маленький танчик Т-34 сверху стоит. Я помню, какой тогда, соответственно, гвал поднялся в российском МИДе, которые кричали, говорили об антироссийском заговоре во всей Европе, о том, что на российских телеканалах был какой-то просто паноптикум, как люди, не стесняясь выражениях, соответственно, бросались грязью в жителей чужой, далекой страны, у которой есть собственная история и собственная... Ой, слушай, открыли памятник? Открыли? Открыли вот этот самый памятник советский... Каска с маленьким танком? Советский танк, на башне которого немецкая танка, немецкая каска, я прошу прощения, открыт 30 апреля 2020 года. Ну, потому что ведь Прагу фактически освобождали от вермахта именно власовцы, которые в конце войны поняли, что конъюнктура обстоятельств складывается не в их пользу, и тем самым пытались заслужить какое-то прощение, не выдачу, соответственно, советскому руководству. И, по сути, вот в результате этих уличных боев между вермахтом и русской освободительной армией, вот в конечном счете Прага была освобождена. Автор неизвестен памятник. Ты представляешь себя? То есть это анонимный проект победил. Человек, который присылал его на конкурс, никак себя не идентифицировал. И проект победил, анонимный проект на этом самом конкурсе. Кстати, еще в апреле в Чернобыльской зоне отчуждения горели пожары. Помнишь, вот эти гигантские, которые тоже проходили по всем украинским новостям? Вот действительно, к декабрю это все забывается, к декабрю это все смывается из памяти, уж тем более к январю 2021 года. Албания и Северная Македония начали переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это, кстати, март, начало. А Северная Македония еще и вступила в 2020 году в НАТО. Да, и если бы тогда Северная Македония рассказала, что у вас дальше будут проблемы с Болгарией, которая будет иметь претензии по поводу того, как называется... Да, то тоже бы они, конечно, очень бы удивились. Вот, опять же, были в Нагорном Карабахе в конце марта выборы президента, и в первом туре победил Раик Рутюнян. И тоже бы тогда, вот, приди к нему в марте, расскажи о том, что, ты знаешь, к концу года, собственно, совершенно иначе будет выглядеть карта Нагорного Карабаха, и совершенно другие войска с другими флагами на Ласканах будут стоять на блокпостах. Тоже бы, наверное, никто не поверил. А как ты думаешь, чья фамилия чаще всего звучит в нашем с тобой эфире? Вот есть какие-то предположения у тебя? Ну, наверное, Мацарский и Казарин. Ну, это вот если убрать эти джинглы, в которых всем напоминают, как нас с тобой зовут, а даже если... Байден Трамп? Я думаю, что Трамп. Я думаю, что Трамп. Причем мы же часто вспоминаем не только, собственно, Дональда Трампа, мы вспоминаем Меланью Трампа, Иванку Трампа. Иванку Трампа, как чуть не сказал злым словом, но таким недобрым словом, мы вспоминали в течение всего года еще и американцы, и не только мы. Это мы с тобой к концу года вспомнили о ней, потому что есть ненулевая вероятность того, что она пойдет по папиным стопам и начнет строить такую же настоящую политическую карьеру. Ну, потому что часто она на бесплатных началах папе помогает, а тут уже собирается, возможно, как говорят разные слухи, еще и поучаствовать в разного рода выборах. Так вот, как она помогала папе? Когда папа, в смысле президент Соединенных Штатов Америки, столкнулся с невероятным, на самом деле он был очень большой весной и летом 2020-го, ростом безработицы, он позвонил дочки или на работе, я ее встретил, она тоже в Белом доме работала при папе, и сказал, так, дочь, надо что-то решать, у меня проблемы, люди без работы остаются, ты же у меня умненькая, придумай что-нибудь. Что придумала Иванка Трамп? Она придумала компанию, наверняка, кстати, недешевую компанию, которая называлась компанией, которая должна была направить людей, ну, то есть мотивировать людей искать новую работу. Называлась компания Find Something New, найди что-нибудь новое. К тому моменту, когда компания была запущена, уровень безработицы в Америке превышал 11%, и вроде бы как эта программа должна была помочь людям найти работу. Но там, знаешь, такое, как это говорят, пассивно-агрессивное, да? И в этой компании и сама Иванка Трамп, и, в принципе, там материалы, которые были использованы, намекали людям на то, что они безработные не потому, что там правительство провалило борьбу с пандемией, не потому, что правительство слишком поздно сообразилось, чем имеет дело, начало принимать какие-то меры, часто необоснованные, не потому, что правительство тратило деньги там на все, что угодно, долгое время, но не на поддержку бизнеса, не на поддержку людей, а потому, что вы ленивые, не хотите овладевать новыми знаниями, не гибкие. А вот для того, чтобы найти работу, вот этот, собственно, Find Something New, нужно быть чуть более активными, нужно чуть более, значит, насыщенно проводить время, чуть более уверенно обладевать новыми знаниями. В итоге Иванку Трамп сравнивали, знаешь, с кем? С Марией Антуанеттой. Помнишь, которая говорила, как, нет хлеба, пусть едят пирожные. И так говорят, нет работы, так ищите лучше, говорила Иванка Трампу. И, конечно, шишек в свою сторону, конечно, тогда она призвала такое количество, мне кажется, до сих пор ей аукается до сих пор, бедные Иванки и каятся. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарського на радио НВ. Мы выяснили, что в астрологию, в нумерологию ты не веришь, при этом все-таки как-то в эту сторону посматриваешь. Скажи мне, пожалуйста, а в инопланетян ты веришь? Господи, ты хочешь вспомнить о том, как НАСА признала или Пентагон признал, что вот эти три видео с неопознанными летающими объектами, они не фейковые? Это тоже было весной 22 года? Да, давай, рассказывай. Дело в том, что в течение нескольких последних лет были разного рода утечки из архивов американских силовых ведомств, на которых было видно, что какие-то непонятные, странные летающие объекты. В основном эти видео были сняты из кабин военных самолетов, военными же летчиками. Там, я так понимаю, по дефолту установлены какие-то видеофиксирующие устройства. И вот они там годы, наверное, с 2007-го, с 2008-го появлялись. И были разного рода вопросы к властям. Как обычно, власти скрывают. Власти скрывают. А тут власти решили не скрывать. И 27-го апреля, возьми и признай, что это действительно подлинное видео, и мы не знаем, что о них. И выложите видео еще официально на сайте, по-моему, Пентагона. Ну и, в общем, какой-то из этих силовых структур. Правда, они сказали А, но так и не сказали Б. Они так и не сказали, а что это на видео такое? Сказали, что мы не знаем. Вот феномен какой-то. Вот здесь феномен. Там феномен. А что с этим феноменом делать? Вот делайте, что хотите. Ну, это все 27-го апреля произошло. Спустя месяц, практически месяц, без малого месяца, произошло событие, которое, опять же, все поменяло. И если бы оно не произошло, еще непонятно, кто бы победил на президентских выборах в США. Это ты о Канье Вайсте сейчас рассказываешь? Нет, это я про Миннеаполис, где офицеры полиции убили при задержании 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Это спровоцировало сперва беспорядки в городе, потом это перекинулось на всю страну, выросло до масштабов движения Black Lives Matter. И мы наблюдали его отголоски в самых разных странах мира. А ты видишь, 2020 год, он же вошел, совершенно точно вошел в историю, не только как ковидный год, не только как год, когда огромное количество стран впервые вообще столкнулись в современной истории с заболеванием, с которым не понимали долгое время, как себя вести. А это еще и год, на который пришлись две самые масштабные акции, мирные акции протеста вообще в истории человечества. В принципе, в истории человечества. Это Black Lives Matter. Десятки миллионов человек принимали участие в этих акциях не только в США. Там действительно и по Европе они прокатились, и в Канаде. И Дональд Трамп очень жесткую риторику по отношению к протестующим, что ему тоже многие оставили в упрек. А вторая самая масштабная акция, мирная акция протеста, вот она имела место, может быть, еще имеет до сих пор, я просто в какой-то момент к стыду своему перестал за этим следить. В Индии там в какой-то момент четверть, миллиарда человек, 250 миллионов человек принимали участие в акциях протеста. Это и фермеры, и наемные рабочие. Ты говорил, но напомни, вот что было предметом акции протеста? Предметом акции протеста одним из, вернее, ну как, одним из требований был отказ от закона, принятого правительством закона, который убирал гарантированные закупочные цены на продукцию, на фермерскую продукцию. Да, да, теперь вспомнил, да. Это не был единственным, вот, единственной претензией, но вот одно из главных. Почему? Потому что фермеры всегда знали, что они выращивают урожай, что-то они продают закупщикам, что-то они реализуют сами. То, что им не удается продать, а на открытом рынке они всегда могут продать государству, и пускай не очень много, но, тем не менее, гарантированно на этом заработать. Государство в 2020-м, индийское государство, решило от этого отказаться и спровоцировало реально... Вот, понимаешь, вот разница между первым миром и не первым миром в США на протесты в рамках Black Lives Matter выходила, ну, по разным подсчетам, от 16 до 25 миллионов человек. Мы знаем все на зубок и имя, собственно, первого погибшего, трагедия, которого и спровоцировала эти протесты. Мы знаем политические последствия. Мы следили за заявлениями, кто-то осуждал протестующих, кто-то, наоборот, осуждал тех, кто осуждает протестующих. А вот об индийской истории, которая в 10 раз больше и масштабнее, ну, я впервые услышал от тебя. Еще и впоследствии тоже могут быть очень-очень серьезными. Почему, да? Потому что, повторюсь, и фермеры в огромных количествах бастуют. И бастуют те люди, которые приходили у этих фермеров наемно, ну, работали в качестве вот наемных сотрудников. Огромное количество профсоюзов присоединилось. То есть, по большому-то счету, эти 250 миллионов, в принципе, могут остановить любую экономическую жизнь или почти любую экономическую жизнь в Индии. И тогда мало не покажется, наверное, всему миру. Слушай, ну, июнь, ты знаешь, запомнился тем, что было много террористических нападений. Ну, правда, в тех странах, за которыми, опять же, в Украине по традиции не очень особенно следят. Там, в Буркино-Фасо были нападения на религиозной почве, в Мозамбике были, опять же, нападения исламистов, в других регионах мира, там, на севере Малии и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я вот, опять же, вспоминаю события, которые происходили в июне. Пытаюсь найти то, что было на слуху, опять же, в Украине. Тебе что-то попалось на глаза? А я как-то так особо и не слежу. Я вот за какими-то такими... Вернее, сейчас не пытаюсь вести наблюдения. Нашел, нашел. Я эту историю помню. Это была история про то, как правительства самых разных стран пытаются использовать пандемию для решения своих собственных политических задач. Тогда, например, Путин выходил к мировому сообществу и говорил, а давайте вот в рамках... Мы же сейчас все солидарны, у нас общая угроза. Вот такой новый Гитлер, да, это коронавирус. Давайте санкции отменим. Ну, в конце концов, мы же должны все вместе, сообща, рука об руку, бороться с новой заразой и так далее, и так далее. Давайте вот отменим санкции. Но санкции тогда, слава богу, не отменили. К стервятникам, которые пытались использовать мировой вызов для решения своих собственных политических задач, не прислушались. Но в некоторых отдельных странах, конечно, действующие власти очень круто добавили себе полномочий. Так произошло, например, в Венгрии. В Венгрии в 2020 году премьер-министр Орбан, он получил, ввел режим чрезвычайной ситуации и получил расширенные полномочия. Все тогда задавались вопросом, а, собственно, отменят их или нет. Ну, отменили тогда все-таки к середине года, после того, как первая волна пандемии все-таки схлынула. Еще интересный момент. Ты говоришь о том, как одни люди использовали пандемию для того, чтобы добавить себе какой-то значимости, нарисовать себе какие-то новые полномочия. А вот, например, в целом ряде стран из-за пандемии, тех стран, которые охвачены войнами, были введены часто долгосрочные перемирия при посредничестве или по требованию, вернее, по настойчивым просьбам ООН на Филиппинах, в Сирии, в Йемене и в Ливии весной и летом действовали перемирия. Перемирия гуманитарные, необходимые для того, чтобы доставить медикаменты, доставить продукты или вывезти тех людей, которым необходима срочная медицинская помощь, из тех мест, где эту срочную медицинскую помощь предоставить нет возможности. То есть, ну, нет худо без добра. Понятно, что худо куда больше принесла пандемия. Но вот видишь, удалось, по крайней мере, части людей, живущих в очень сложных условиях, из-за пандемии выбраться из этих сложных условий или получить необходимое медицинское обслуживание. Подвили стандарты Субтитры создавал DimaTorzok 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 Найдивніші музеї світу Один з найбільш унікальних музеїв світу – музей підводних скульптур у Канкуні, Мексика. Створювався як частина складної рифової структури Карибського моря для відновлення його флори і фауни. У 2009 році англійський митець Джейсон Де Кайрис Тейлор придумав встановити під водою скульптури і проводити до них екскурсії з професійними гідами. Нині експозиція приваблює безліч туристів, а завдяки молюскам і водоростям, що поступово охоплюють експонати, ті стають ще креативнішими. Знаходиться музей підводних скульптур на відстані кілометра від берега острова Ісла-Мухерес. Комплекс скульптур на глимені від 2 до 10 метрів охоплює площу в 420 квадратних метрів. Через вплив морської води було б неможливо використовувати звичайний бетон. Тому твори виготовлені зі спеціального матеріалу, який містить силикон, цемент і сколоволокно. Його називають морським бетоном, адже це також дозволяє морським мешканцям жити на поверхнях витворів. Один з вражаючих експонатів – садівниця Надії. Це скульптура дівчини, що лежить на сходах, а поруч в горщиках живі корали. Вона нагадує людству, якщо не зміниться ставлення до підводного світу, то вже до 2050 року ми втратимо 80% рифів. Сьогодні музей складається з понад 500 постійних і монументальних скульптур у натуральну величину і є однією з наймасштабніших підводних пам'яток штучного мистецтва у світі. Експонати можна роздивитися під час прогулянки на човні з прозорим дном, на швидкісному човні або занурившись за квалангом. Англійська приказка стверджує, коли лисиця говорить про мораль, бережи качок. Вона споріднена з фразеологізмом «крокодилові сльози» та натякає на фальшивість заради своєї вигоди. Слухай, ну давай тогда в следующий місяць пойдем. Не-не, давай вообще лето. Лето? Що лето должно було произойти, але не произошло? Ну я знаю, що произошло. Може би не должно було произойти, але произошло. Ну, во-первых, ти же помниш, там була історія про втечення цього року Китай дуже сильно давив на Гонконг для того, щоб окончательно його приструнити і збавити от цього всього капіталістичного свобода мисля, доставшогося наследство от времени британського протектората. І тоді даже приймалися спеціальні в США законы, які повинні були давити на КНР, щоб КНР не сильно давив на Гонконг. І що не произошло? І що не произошло? Ну давай. Ні, я хотіла розказати про те, що не произошло. Не произошло почти гарантированний, як казалось многим, выход украинской футбольной сборной із групи в финальний час чемпионата Європи. Я ніколи не знав, що ти інтересуєшся футболом. Я здалека начинаю. Хорошо, давай. А так далі интересно буде. Я як ти. Сначала скучно, але потім интересно буде. Ти забуваєш все время тут вторую фінальну частину? А я її завжди придерживаю. У мені завжди сначала скучно, потім інтересно. Так, смотри, Украина попала, согласно жеребьевки, попала в групу С на чемпионате Європи, который должен был пройти в июне и в июле. І действительно, многие футбольные журналисты, спортивные журналисты говорили о том, что почти гарантированно выходят из групи, потому что там кроме Украины, ну по большому счету, только одна футбольная держава еще есть, Нидерланды. А вот две других команды, австрийская и как раз из Северной Македонии, о которой мы с тобой вспоминали уже сегодня, они, ну мягко говоря, не самые лучшие футбольные команды на свете. Поэтому была надежда на то, что выйдет. Но не вышло, как и все остальные тоже не вышли. А почему не вышли? Потому что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы 2020 года перенесли на 2021. Но он формально остался чемпионат, он формально называется Евро-2020. Собственно, и Токийская Олимпиада, не состоявшаяся, в этом году перенесена на следующий год, тоже с названием Токио-2020. Вот это, конечно, потомки будут головы ломать, да? А что это у них там, почему Олимпиада 2020 года проводилась в 2021? Это, знаешь, как это, с Октябрьской революцией, которая в ноябре имела имя. Ну, тоже примерно то же самое. А еще знаешь, что перенесено было из-за коронавируса? Какая важная история не состоялась в этом году? А я тебе расскажу. А из-за пандемии пришлось переносить, причем даже не на следующий год, как Евро-2020 или Токио-2020, а вообще на неопределенный срок, перепись азиатских львов должна была состояться в этом году, в 2020. А потому что давно не переписывали, давно не считали, сколько там на самом деле азиатских львов осталось, они в Индии живут, должны были устроить в этом году. Но вот не получилось. Предполагается, предполагается, что львов осталось в Индии около 600, чуть не сказал, человек, около 600 единиц. Но сколько на самом деле? Вот должна была установить перепись, но не установила. Для того, чтобы чуть-чуть подсластить пилюлю с сорвавшейся переписью львов, индийские ученые объявили нам о сохранившемся количестве индийских леопардов. Леопардов, оказывается, число выросло. Правда, не знаю почему, не знаю почему, нет, почему выросло, знаю. Не знаю почему предоставили индийские ученые данные не за 2020, а за 2018 год. Почему-то, причем в декабре, уже под занавес год, говорят, слушайте, такой год был тяжелый. Так все, давайте мы вот вспомним о том, какой хороший был 2018. И пандемии не было, а численность леопардов выросла аж на 60%. В 2018 году... Потому что леопарды, в отличие от нас, с тобой времени даром не теряли. В 2018 году леопардов в Индии жило 12 852 головы. Спасибо тебе за эту бесполезную информацию. Ну, согласись, она бесполезна, но интересна. Да, я тебя в июль верну. В июле в Турции отменили решение суда 1934 года, сделали Айсофию вновь мечетью. Она была мечетью с 1453 по 1934 год, ну, то есть практически без малого 500 лет. До этого она, соответственно, во времена Византии и когда Стамбул был Константинополем, была православным храмом. Потом с 1934 года и вот, соответственно, до 2020 она была секуляризированным таким обычным светским музеем, куда можно было купить билет, зайти любому и посмотреть на православные фрески византийского периода. Ну, а теперь она снова превращена в мечеть. То есть, с одной стороны, я так понимаю, вход в нее бесплатный, как, например, в соседнюю Стамбуле голубую мечеть. Но, с другой стороны, соответственно, многие высказывали опасения по поводу того, сохранится ли все то культурное наследие и тот весь хрупкий культурно-религиозный баланс, который был присущ этому месту на протяжении последних практически 85 лет. Это у тебя июль уже? Это у меня уже июль. Это уже июль. А август лучше не упоминать, потому что... Нет, в августе было хорошее, очень важное событие. В август лучше не упоминать, потому что в августе запустилась программа «Двойные стандарты». Ой, господи, да, это катастрофа. И на ее фоне померкло все, ну, может быть, кроме очередной попытки Александра Лукашенко легализовать самого себя. Мы создали просто эталон зла, понимаешь, и нами можно все мерить. Вот какое-то событие, это коэффициент 0,7 двойных стандартов, 0,9. Лукашенко, это сколько двойных стандартов? Мне кажется, 2,9. 2,9, да. Хорошо, 2,9. Лукашенко, 2,9 двойных стандартов. Да, в августе мы сразу запустились, я помню, начали... Нам тут же прилетел Бейрут. Слушай, 9 августа Лукашенко бил о своей победе, и люди стали выходить на улицы, и нам пришлось... Мы не могли эту тему проигнорировать, и до сих пор время от времени возвращаемся. А Бейрут, напомню, это взрыв в Бейруте, в Ливане? Да, взрыв в порту, который разнес почти половину города. Да, там огромные миллиардные потери, счет погибшим шел на десятки. И в июле, и еще в августе, в августе, все Илон Маск запускал свои первые пилотируемые полеты, и весь мир следил за тем, как, соответственно, вот абсолютно футуристически способен выглядеть интерьер космического корабля, и как футуристически способны выглядеть космические скафандры. Вот затейник, конечно, да, Илон Маск, вот прям вот затейник. Что, давай, в сентябрь. А, в сентябре, что тебе понравилось в сентябре? О, в сентябре, что мне понравилось в сентябре? В сентябре, мне понравилось, я в сентябре впервые за долгое время в отпуск сходил. А, вот это та самая неделя моего блаженства, когда я приглашал умных людей, разговаривал в эфире на важные актуальные темы. Они, кстати, почему-то больше не ходят к нам. Я не знаю почему. Потому что Мацарский, как газ, занимает весь предоставленный ему объем. Попробуй сюда еще в эту студию кого-то введи, пока ты здесь. Кстати, в сентябре отравили Навального. Ты же помнишь? Нет, если честно, я упустил этот момент. В сентябре отравили Навального, и до сих пор вот отголоски этих событий, они время от времени приходят в наш эфир, например, новостями о новых санкциях, которые введены в отношении Российской Федерации и ее властей. Слушай, и в сентябре же, по-моему, началось обострение в Нагорном Карабахе. В сентябре. В сентябре это длилось 6 недель. Давай ты пока проверишь, а я еще посмотрю, что же происходило. Тогда, опять же повторюсь, на протесты против Лукашенко вы начали выходить в Минске по 100 тысяч человек. Я, кстати, посмотрел хронологию протестов. Например, протесты в Беларуси были даже в июле, в июне, еще до выборов, например, когда отстраняли перспективных кандидатов в президенты от избирательной кампании, когда их бросали за решетку. И вот тогда максимум выходил на улицы по 2 тысячи человек. А потом Лукашенко объявил себя президентом, белорусы почувствовали себя оскорбленными, и начал выходить по 100-200 тысяч человек. Все это напоминает, мне знаешь, 13-й год, когда в середине 13-го года, например, социологи фиксировали, что 64% украинцев не готовы выходить на акции протеста. А потом, ба-бах, осенью избили студентов в ноябре, и сразу вышло десятки тысяч, там, больше 100 тысяч людей на протесты в украинской столице. И это хороший урок для любой украинской власти о том, что если вам сейчас социология показывает, что большинство протестовать не готовы, это не значит, что не придет активное меньшинство и не сделает ата-та. Это не значит, что завтра большинство не станет протестовать. Смотрите, Нагорно-Карабахский конфликт, да, действительно, с 27 сентября он шел, длился вот конец сентября весь октябрь, и вот 10 ноября он был завершен подписанием соглашения о передаче большей части Нагорного Карабаха и в районах окружающих этот регион под контроль Азербайджана. Ты знаешь, главная хорошая новость этого года в том, что мы его пережили. Не знаю, чего ждать там от 21-го, но у нашей надежды пережить 21-й, она не менее стойкая, чем надежда пережить 20-й. Мы услышимся еще на следующей неделе, но уже на всякий случай поздравляем всех тех, кто нас слушает. Со случившимися праздниками и с наступающими. Спасибо вам всем большое, всего хорошего, счастливо.